В прошлом году в Ауликольском районе проводили ремонт водопропускных железобетонных труб. Для этого из бюджета выделялось больше 58 миллионов тенге. Насколько качественно тогда были проведены работы, покажет весенний поводок этого года. Но проконтролировать вопрос уже сейчас в район выехал глава Кустанайской области Архимед Мухамбетов. Осмотр водопропускной системы он провел близ села Коктау. Процент 80 снега уже сошло с полей. В общей сложности по району 180 у нас водопропускных сооружений и дюбингов. Вот только на этом участке, который мы сейчас проехали, 34 километра, здесь 23 трубы. Все прочищены, больше половины из них сейчас работает. Взрывные работы на реках в Ауликольском районе проводили почти три недели назад. Но потоки воды пришли в движение еще не везде. Чтобы следить за ситуацией, к работе подключили гидрологические посты, которые, по информации представителей района, установлены во всех значимых точках. Пик, когда ожидаете выпаводка? Пик, наверное, вторник-среда. То есть до конца следующей недели картина будет ясная. В тех же числах 13 и 14 апреля ждут крупного движения воды и в соседнем Карасузском районе. Там в зоне подтопления могут оказаться 219 домов. Но, как проинформировал заместитель районного Акима, этим жителям уже разъяснили, как действовать, если риск подтопления перестанет быть просто угрозой. В районе определены пункты для эвакуации людей и места загона для домашнего скота. Ну а местные власти отслеживают движение воды. С Братского вниз на Терикты идет сюда на Кокталл. А Сайдерлы идет у нас в направлении Карасу. Вот Люблинка, Севастопольск, Зеленовка мы находимся здесь и Карасу. Помочь в борьбе со стихией должна спецтехника. К примеру, в Карасузском районе имеются автогрейдер, экскаватор, трейлер с тягачом и автоцистерна на 7,5 кубов воды. Подобных цистерн в районе пока две. Нужно три. Когда закончим все пункты раздачи воды, поставим. У нас в этом году 14 пунктов раздачи воды. На следующий год 12. И мы закрываем все населенные пункты. И еще один водовоз. Ну купим на базе КамАЗа. Затем, как изменяется паводковая ситуация в районах, глава региона поручил постоянно следить местным Акимам. В целом же на предотвращение паводка по всему региону. В этом году из бюджета выделены больше 31 миллиона тенге. Аспан Хакимжанов, Наталья Басмурзина, РТН.